По поручению главы Сочи Анатолия Пахомова количество контрольных групп по выявлению неформальной занятости на курорте было удвоено, а значит и усилилась работа в районах в этом направлении. В ходе мониторинга были выявлены около 400 так называемых теневых предпринимателей, которые уклоняются от выплаты налогов и выдают зарплаты работникам в конвертах. Такие нарушения выявлены практически во всех отраслях – строительство, транспорт, торговля, санаторно-курортный комплекс и других. Нарушители законодательства были приглашены в городскую мэрию на заседание межведомственной комиссии. Вы делаете нищими пенсионеров, которые потом, после того, когда оформляются на пенсию, получают пенсию по безработице, начиная от 6 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, прожиточный минимум 10-800. У нас в городе Сочи их 41 тысяча таких пенсионеров. Они стали нищими пенсионерами исключительно по вашей вине. От жажды наживы пострадает и сам руководитель. По сведениям Государственной инспекции труда Краснодарского края, в Сочи проверку не прошли более 130 предпринимателей и юридических лиц. По результатам ревизии составлены административные штрафы на сумму около 10 миллионов рублей. Права трудящихся не соблюдал и руководитель одной из точек общепита по улице Островского. За пять месяцев работы столовой, где трудились несколько официально нетрудоустроенных людей, предпринимателю пришлось заплатить немалый штраф – 120 тысяч за каждого. Зато теперь выводы сделаны. Надо будет как-то придумать, чтобы даже если на неделю пришел человек, чтобы у него было все оформлено. Ничего ли будет оформлено, чем потом попасть в платеж. Штрафы административные, даже уголовная ответственность ждет всех недобросовестных работодателей. Неформальная занятость может нести за собой и опасность. Ведь устраивая на работу человека без оформления документов, работодатель не может быть уверенным в безопасности своего коллектива. По данным полиции, в ходе работы ревизора в Сочи были найдены преступники, находившиеся в федеральном розыске. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.